В начале был бизнес-проект, и лишь потом наша следующая героиня узнала об эффективной технологии ведения бизнеса, автором которой является американец Рон Хаббард. Сегодня Наталья – успешная бизнес-вумен и практикующий бизнес-консультант. Ей слово. Встречайте, Наталья Гудима. Наталья Гудима Наталья Гудима с технологией Рона Хаббарда в 2007-м изменила все ее представление о бизнесе. Я пришла, сделала определенные шаги, которые я услышала на этих тренингах, семинарах, и у меня пошел рост. У меня начало появляться свободное время, я начала получать кайф от того, что я руководитель. Поэтому я задала вопрос, а кто же это такое, что это, почему эта технология, она не похожа на другие технологии. Начала ее более изучать, как бы более глубоко. Ограничиваться курсом тренинга Наталья не стала. Она решила досконально изучать технологию построения бизнеса Рона Хаббарда. Теперь она часто выезжает за пределы страны для участия в специализированных семинарах и конференциях. Так на чем же основана технология Рона Хаббарда? Ничего необычного. Просто есть вещи, есть правильные данные, которые вот работают. Что делал Хаббард? Он брал, изучал много бизнесов в то время, когда он жил. И он видел, какие успешные действия делают люди, которые достигают определенного успеха. И он просто это все взял и расписал по разным департаментам. Начиная, как себя должен вести учредитель, как нужно нанимать персонал, что такое маркетинг, что такое финансы, финансовое планирование, как нужно вести бизнес-процессы в производстве, что должно быть на основе, что когда ты продаешь продукт, после этого нужно интересоваться, подошел ли этот продукт к клиенту, он доволен им или нет, может нужно что-то скорректировать. И, конечно же, успешные действия, о которых я, например, не знала, это то, что о своих хороших делах нужно потом рассказывать. И вот этих вот данных, которые начали правильными быть, я их начала получать, применять, они начали давать свои плоды. Ну, я очень рада этому. Главный месседж Хаббарда, что касается организационной схемы любой компании, это наличие в ней семи отделений. Одно из них административное. Там начинается идея открытия любого бизнеса, да. Дальше для того, чтобы открыть бизнес, нам нужны люди. Поэтому вторым отделением по структуре, но самым первым и главным, он датируется номером один, это отдел персонала. Это отделение, оно занимается наймом персонала по определенной технологии, как нанимать персонал. Да, да. И что же дальше делать с этими людьми? Там их обучают, то есть там нужно их поставить на пост, так называемый. И там же в этом первом отделении работаются, как бы отслеживаются результаты. Есть такой отдел, как отдел этики, да, который должен этим заниматься, отслеживать. Что же случилось с этим человеком? Может быть, он эти данные сейчас уже перепродает их конкуренту. Может быть, его кто-то подавил, может быть, у него нет настроения, может быть, он заболел. И об этом, ну, как бы, компания должна заботиться. Эти два отделения существуют в той или иной форме в каждой компании в Молдове. Как и две последующие – маркетинга и опроса и отдел продаж и финансов. Но есть подразделения, которые молдавский бизнесмен чаще всего игнорирует. Пятое отделение, очень важное, которого нет во многих наших компаниях, это отдел качества. В пятом отделении занимаются корректировкой продукта и корректировкой персонала. Ну, например, в пятом отделении у нас есть человек, который делает обзвонку после того, как мы установили окна, и мы производим опрос, все ли нравится клиенту, всем ли он доволен. У вас тоже возник, как и у нас, вопрос, так каким же должен быть стартовый капитал, чтобы обеспечить компанию десятками профессиональных сотрудников? Отделений много, внутри там еще постов где-то, как минимум, в седьмеме отделениях, по три подотделения в каждом, то есть это уже 21 отдел, да, в этих отделах еще есть подразделения. В принципе, как бы правильно, есть оргсхема для маленьких компаний, да, вот прям просто для открывающихся компаний. Обычно что мы сразу открываем? Это рекламный отдел, это производство и бухгалтерия, да, и директор это все крутит между собой, да. Но если знать правильную оргсхему, то понемножку ее нужно заполнять, улучшать. Пускай ты делегируешь эти функции кому-то другому, да, вот как у нас, у нас некоторые функции делают там, три функции делает один человек, они маленькие, их нужно делать там раз в неделю, ну, например, заказывать бумагу, да, в офис. Это же для этого не обязательно, чтобы был прям человек для этого, да, как бы, но мы это распределили кому-то, это ответственность дали, и он за это отвечает. И еще. Основой создания любого бизнеса должно быть отнюдь нежелание заработать в кратчайшие сроки. Это не новость, но важно принять это за абсолютное условие для достижения успеха. Люди не понимают смысл вообще, для чего вести бизнес. Когда человек начинает бизнес только ради денег, ради прибыли, не всегда это получается. Очень многие эти бизнесы, они начинают закрываться. Первое, это помочь клиенту понять, чего он хочет, и предложить ему именно то, что решит его проблему. Пускай это будут окна, пускай это будет мебель, пускай это будет стройка, пускай это будут медицинские услуги. Но если клиент пришел, мы должны решить его проблему, а не создать ему больше проблем, чем он имел до того, как он к нам обратился. Нужно заботиться о том, чтобы было качество. Да, вот это очень важный момент, который, например, нас выделяет от наших конкурентов, то, что я рекомендую людям делать. И вы будете спать спокойно, и будете получать свои деньги, свой правильный обмен, и вы от этого будете получать кайф. В помещении, где находится компания Натальи, все подтверждает ее убеждения. Уют, атмосфера доброжелательности и даже цитаты Рона Хаббарда. Ведь не важно, как ты движешься к цели, важна уверенность в правильном направлении и в качественных действиях. Что ни говори, одного желания и даже глубокого познания той или иной сферы бизнеса не всегда достаточно для успеха. Технологий развития предпринимательской деятельности очень много, и изучать их все не имеет никакого смысла. Выберите для себя подходящий метод построения бизнеса, ведь зачастую они основаны на универсальных базовых знаниях. Будьте последовательны и развивайтесь!